Уроки технологии Технологии, информатики, ОБЖ и дополнительные занятия станут интереснее благодаря центру «Точка роста». Благодаря развитию новых технологий, центров, новому оборудованию, ребята реально смогут заняться серьезными программами. Раньше они рисовали это просто на листочках, в лучшем случае делали презентации на компьютере, а сегодня у них реально есть возможность познакомиться с чудесами техники. Многие школьники увидели в «Точке роста» перспективы лично для себя. Так, 15-летний Савелий Соколов мечтает стать программистом, но считает, что сначала полезно попробовать себя в этом деле. Мне кажется, что «Точка роста» — это то, где я смогу лучше раскрыть свой потенциал в той или иной профессии, а именно в программировании, потому что здесь есть оборудование, которое поможет мне лучше понять, смогу ли я как-то устроиться на этой профессии, смогу ли я учиться, как у меня получится учиться. Подобные центры появятся и в других люберезских школах, а пока можно посетить соседний в Токарёво. Чем хорош этот центр? Сюда могут приехать ребята из других школ. Это не обязательно только участие 22-й школы. Сюда могут приехать ребята из близлежащих школ и тоже заняться интересным делом. Точки роста будут открываться в российских сельских школах до 2024 года. На реализацию федерального проекта «Современная школа» в рамках нацпроекта образования потратят почти 800 миллиардов рублей. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич и Пётр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Подписывайтесь на наш канал.